Чем занять детей на каникулах обсуждали сегодня на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве Самарской области. Ежегодно в регионе летом трудится около 8 тысяч подростков от 14 до 18 лет. Среди самых популярных профессий помощники библиотекари, воспитатели, специалисты по работе с молодежью. Многие помогают благоустраивать свои города и села. В текущем году запланировано трудоустройство 7759 подростков. На это будет выделено около 6 миллионов рублей на выплату материальной поддержки со стороны службы занятости. При этом особенное внимание уделяется трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Около 250 тысяч детей будут отдыхать в детских лагерях. Всего их 720. Все они готовы на 100% и откроются 1 июня. 500 детишек отправятся в оздоровительные центры на Черноморской побережье. Стоит отметить, родители оплачивают не больше половины стоимости путевки. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдых полностью оплачивает региональный бюджет. Всего на летнюю оздоровительную кампанию в губернской казне заложено более 700 миллионов рублей. Также на заседании было подчеркнуто, при организации отдыха нужно учитывать резкие перепады температуры. Завтра начинается заезд. Мы с вами уже говорили, очень внимательно посмотреть погодные условия. Вчерашний шторм детьми к районам муниципальных хулиганил. И крыши посрывали, и для других мероприятий, и деревья повалило, и машины испортили. Вы посмотрели по прогнозу погоды, буквально в воскресенье, понедельник уже будет теплее, очень надеемся на это, но, тем не менее, рекомендации по утеплению дали. Что касается деревьев, Александр Петрович, нам удалось на протяжении последних двух лет, и хотелось бы сейчас в вашем присутствии представителей комиссии озвучить, Очень активно нам помогало Министерство лесного хозяйства и глава муниципалитетов по подготовке территорий, особенно тех лагерей, которые находятся в границах лесных зон. То есть там сейчас была проведена очень серьезная работа по выпилу и по очистке территории от сухостоя. Продолжение следует...